Всем привет! Меня зовут Аня, и я очень рада приветствовать вас на своем канале Plants&Me. Это канал, который посвящен комнатным растениям. У меня есть одна рубрика, которую подписчики очень-очень любят. Это поход в гости, и в таких видео я делаю обзоры коллекции других цветоводов. И сегодня мы с вами в гостях у прекрасной Виктории. У нее замечательные растения, ухоженные, красивые. Есть как распространенные, такие всем, наверное, привычные какие-то растения, но вместе с ними здесь вы можете увидеть более такие экзотические, редкие коллекционные экземпляры. Уверена, что будет очень-очень интересно, поэтому мы с Викторией будем ждать от вас лайков, комментариев. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ну, а я желаю вам приятного просмотра! Субтитры подогнал «Симон»! Виктория, здравствуйте! Очень приятно, здравствуйте! Очень, Миш, приятно, что вы согласились на эту съемку. Прям так легко мы с вами договорились. Спасибо огромное за доверие, за то, что пустили меня и моих подписчиков в гости. Ну что, рассказывайте, как давно вы увлеклись растениями? Прошлой весной. Прошлой весной. У меня, наверное, нет каких-то интересных историй о том, как я в детстве начинала, там еще что-то. Нет, просто я поняла прошлой весной, что чего-то мне не хватает в этой жизни, что у меня пустует угол, и мне захотелось его украсить. Очень красивый угол, просто потрясающий. Я, конечно, тут все еще подсниму отдельно, чтобы можно было посмотреть. Ну, давайте пойдем, может быть, по растениям. Да, что тут у вас растет прекрасно. Ну, здесь, наверное, все-таки максимально что-то простое, да, это вот всем известный Замиакулька Сравен. Так, да, это у нас большая колоте Руфи Барба, вот такая вот девочка. Она огромная, она не просто большая, она просто гигантский вообще куст. Посмотрите, друзья, огромнейшая. Ой, она такая бархатистая. Да, это антистресс, как говорит моя старшая дочь. В общем-то, у меня здесь, наверное, достаточно классическая коллекция, за исключением некоторых любимчиков, которые появились сравнительно недавно. Ну, мы же прям с крупномеров получать каких-то. Это Сенсация всем известная, это Колоте Арби Фолия, которая немножко приходит в себя после магазина, так скажем. Она молодец, старается выпускать новые. Недавно, да, появилась? Да, она появилась недавно, ну вот молодец. Молодец дает новые листики. Так, а глоанема? Да, глоанема. Ну, скорее всего, вот эти все товарищи, максимально классические и неприхотливые, у меня, так скажем, для общего фона, массы. Не хотелось бы их убирать как бы из коллекции, несмотря на то, что они, так скажем, довольно обычные, наверное, да, вот так. А вообще, какие предпочтения по растениям? Ну, то есть вы покупаете не все подряд, я так понимаю. Да, я покупаю не все подряд, ну, прошлой весной, конечно, случился какой-то некий бум, когда я все это обнаружила, увидела, узнала, мне хотелось всякое, но все равно были какие-то там табу на какие-то определенные вещи, на определенные растения. Полюбились мне тогда аллаказии, и я как-то каждый месяц покупала себе аллаказию. Ну, наверное, у меня тоже максимально классические сорта. Это зебрина. Зебрина очень красивая, я как приехала сразу, уже начала ей любоваться, просто огромная. Это очень большой лист, вот смотрите, вот Виктория, зебрина, красота. А вот, а из аллаказии, наверное, что еще? Шкуры различные, жаклин. Ого, какая. Куда же без нее тут тоже. Как вам удалось поладить с жаклин? Мне кажется, она неприхотливая, я, кстати, тоже читала, но мне кажется, она максимально неприхотливая. Другой вопрос, что она не держит много листьев, как бы вот как зебрина, да, у зебрины листьев достаточно много. Ну, жаклин, ну, три листа она держит, вот это, наверное, скоро все. Вот сейчас я ее достану. Ой, вообще роскошно, очень большой лист. А сразу большим растением купали? Нет, нет, это была маленькая детка, ну, вот такая, наверное. Кстати, она не любит очень много света, я так для себя поняла, потому что когда она у меня стояла, даже будучи маленькой, стояла на стеллаже повыше, возможно, как бы у меня достаточно сильные лампы для нее, не знаю. То есть она начинала мне, как бы, ну, лист выгорал, желтить она его немножко начинала. Вот. И вот чуть ниже ей нравится больше. Шикарная. А в каком субстрате? Ой, субстрат, субстрат у меня... Вообще у меня максимально здесь, получается, ароидные все. И по факту грунт у всех одинаковый. И у антуриумов, и аллоказий, то есть у меня нету каких-то этому, это, этому, того. А грунт намешан, наверное, все, что можно. Разрыхлители, разные, серамис, перлит. А основа, получается, универсальная? Основа универсальная, да, универсальный грунт и вот разные разрыхлители. Так, ну что же про аллоказии. И, конечно же, у меня есть тоже блэк вельвет, у меня нет такой красивый расписной... Варигатный? Варигатный. У меня такое несколько... В общем, я не люблю варигатные растения. Совсем, да? Совсем не люблю. У меня, конечно, есть вот товарищ пестренький, это колотея white fusion, но она не варигатная, я так полагаю, это у нее, в общем-то, особенность как бы сорта, она именно вот такая. Не люблю... Да. Красивенькая такая. Почему не люблю, сейчас объясню. Так как у меня есть садовый участок, и я занималась последние три года его, скажем, оформлением, есть такой кустарник, называется дерен. Он есть как обычный зеленый, есть варигатной форме. И вот когда он один такой кустик стоял, это как бы было очень красиво, я думала, мне такой надо для живой изгороди. Когда я посадила эту живую изгородь, я поняла, что на фоне благородной, изумрудной зелени он меня начинает раздражать своей пестротой. Вот. И, в общем-то, я, наверное, скорее больше склонна к разному разнообразию зеленого, разных оттенков, фактуры, формы, но не варигатность. Вот, наверное, так. Мне кажется, самое главное – это все понять вовремя. Да, не успеет, потому что потом придется куда-то это все сбывать тогда, если это на сердце не ляжет. Да, Black Velvet. Ой, она мне, конечно, немножко композирует мозги, потому что она постоянно цветет. Она, честно говоря, утомила, это уже у нее старые листья, поэтому они такие вот немножко уже все. Вот она хочет мне наконец-то дать лист. Это срезанные были цветоносы. Это постоянно цветущая девочка. То есть она меня не листьями балует, а цветами. В общем, не хочет мне давать. Детей дает, цветы дает. Очень большие листья. Листья дают. Большие листья? Да. Для меня очень большие. Мне просто крошечная была гвейт, поэтому я с завистью смотрю на эти гигантские листья. И шкура дракона тоже. Шкура, шкура была недавно рассажена, потому что было очень много, ей было очень тесно. Больше контейнера по размеру у меня нету, ну, горшка, так скажем. То есть у нее это достаточно большой горшок. Тут, наверное, литра два с половиной. Ой, какой два с половиной? Сейчас покажу. Ой, вылезай. Ой, мне кажется, 7 литров у нее вот такая вот. Спасибо большое. А, и что еще из-за лаказии? Из-за лаказии у меня здесь вот макрориза, но тоже неварегатная. Вот, очень она мне нравится из-за своих черных ножек. Вот дает мне новый литр. Да, блэкстэм. Невар тоже очень красивый. Невар, да. Такой интерьерный. Ну, я, кстати, ее очень долго искала. Вот я ее случайно увидела где-то на картинке. Я очень долго искала. Вообще в Питере нигде не могла найти. Нашла в Москве. Девочка мне прислала. Ну, это быстро она у меня. Получается, с августа с маленького ребеночка она вот такая вот у меня кобыла выросла. Да, очень большая лошадка, конечно. Так, там, по-моему, еще серебряный брак. Да, есть еще серебряный. И тоже товарищ свел недавно. А вот еще, по-моему, собирается цвести. Или это лист, я не могу понять. Нет, по-моему, это листик. Тоже крупный. Все очень большие. Прям такие жирненькие. Лосики. И как-то в определенный момент я сказала, что по аллаказиям стоп. Я с ними прекрасно дружу. Мы ладим, никто не выкаблучивается, корни не сбрасывает. Ты думаешь, мне, конечно, так просто везло пока, я не знаю. А на фитильном поливе? Нет, нет, не на фитильном, да. Но думала об этом уже, потому как сейчас начнется сезон садовый. И переживаю, что им будет не хватать, так скажем, моего внимания. Но просыхают быстро у меня. То есть полив получается, наверное, каждые 4 дня. Тут еще интересненькое. Так, тут, наверное, надо немножко раздвигать, чтобы туда пройти. Это еще малютка Black Stem тоже. Так. Получается, что растения все вот сконцентрированы в основном вот в этом уголку. Да, сконцентрированы, чтобы за ними, в общем-то, было, наверное, удобно ухаживать. И плюс они все-таки создают какой-то здесь свой симбиоз, мне кажется. Опять же, влажность получается у них в этом уголочке такая, стабильная. Ну, лучше, чем какие-то отдельно стоящие. Хотя все равно, мне кажется, растения хорошо и вот в интерьере просто как куда-то поставить, что-то крупное такое. Тоже красиво. Да, ну, здесь такой как небольшой оазис. Хочется, глаз отдыхает. Так, здесь вот у меня филодендрон, который пора, в общем-то, резать, наверное, уже. Это галериод. разные. То есть у этого очень длинные междоузлия, ну, не черешки, междоузлия очень длинные. Товарищ, конечно, какой-то неуемный. Но у меня уже нет такой тары, буду резать. А вот у зебры, у нее все-таки получаются покороче междоузлия. Она, мне кажется, более компактная. То есть вот такие они получаются покороче. Да. Очень красивый лист, конечно, у зебры. Да. Розовинка такой. Те очень большие. У меня мания величия, наверное. Я люблю крупных, нравится мне. Сразу такой эффект получается. Орхидеи. Я не архаман, сразу скажу. Случайно они у меня все появились. Единственная орхидея, которая была куплена лично мной, ну, как бы в самом начале моего, ну, как украшательство, скорее всего, подоконника в Икеа. Вот эта вот большая девочка, которая просто бесконечно мне продолжает доращивать, ну, как это, побег назвать. Красиво. То есть она отцвела, и она мне продолжила его дальше. То есть если я его не обстригу, она будет растить дальше. Ну, видимо, придется стричь, потому что там уже второй побег есть. Очень красиво, смотрится потрясающе. Так, пусть пока вот так. Так, тут еще беленькая какая-то. Да, это спасеныш, спасеныш из пятерочки. Вот, а в большей части, наверное, осознанная орхидея у меня не так много куплена. Вот эта, наверное, хацуюки очень она мне нравится. Такая достаточно изящная девочка. На зеленом фоне, наверное, будет красиво. Сейчас я ее подсниму так. Очень красиво, да. Такие у нее изящные. Такая изящная. Светочки. А все остальное, ну, большую часть орхидеи мне привез брат. У него были, и он сказал, мне некогда за ними ухаживать. А ты, получается, забирай. Да, да, забирай. И вот, ну, мне жалко, я забрала. Вот, ну, я считаю, что они нужны в коллекции. Ну, возможно, они не такие вот лопухи большие. Так уж получилось, что они есть. Может быть, какие-то более интересные орхидеи, тем более их сейчас так много. Именно как вот среди вот этой зелени, какие-то вот вкрапления цветочные. Мне кажется, это очень уместно даже. Может быть, не так скучно разбавляет немножко коллекции. Да, это тоже какая-то вот малышка. Это тоже не мной куплено, а привезенное братцем. Вот она тоже вот такая вот. То есть вот если куда-то ставишь вот так вот, очень, по-моему, оживляет она, да, немножко. Что-то где-то среди зелени такое. Вообще, на самом деле, идея как бы этого уголка такая, то есть хочется, чтобы это был как вот уголок живой природы. И не очень люблю стеллажи, потому что у меня есть ощущение, что ну это как некий магазин. То есть здесь тоже все несовершенно. Здесь будет все еще видоизменяться. И, скорее всего, здесь будут на стене какие-то подвесные там сетки, да, или что-то. То есть мне хочется... Я не могу сказать, что это будет фитостена, нет. Но хотелось бы вот какой-то такой угол, чтобы вот как вот выхваченный уголок из природы. И максимально, чтобы были скрыты всякие поверхности, на котором стоят горшки. У меня, наверное, вот даже если обратить внимание, у меня нет белых горшков. Они очень красивые. В интерьере, наверное, я так думаю, что если это растение стоит где-то вот отдельно, как интерьер, хочется, чтобы было скрыто. Они очень выбиваются, выделяются. Поэтому у меня здесь такие вот товарищи все потемнее, или черные, чтобы не перетягивали на себя внимание. Сейчас я покажу. Вот смотрите, зеленый, да, они практически, получается, сливаются такого цвета горшки. Действительно воспринимается, как такое единое цельное пространство. Очень-очень здорово. Что-то здесь еще из простого. Из простого, наверное, это макулата. Ну, вот нравится мне горошек этот. Очень она тоже симпатичная. Мне нравится. Да, и такие крупненькие тоже. Все очень крупное. Кстати, она очень хорошо смотрится. Когда она стоит где-нибудь пониже, тогда она более темная. То есть, когда ее ставишь вот сюда, она когда бледная, незрачная. А вот это вот, конечно. Очень красивый бордовый изнанка. Так, я вижу, что там есть какой-то нефролепис, да, или что это? Ой, да, но я с ним не особо дружу. Был маленький какой-то куплен у меня в магазинчике. Думаю, надо мне такой кучерявенький. Он какой-то мини, то есть есть вот эти большие. Сорт я, честно говоря, не помню. Но вот у него единственное, что мне нравятся, такие листики. Они прям как кучеряшки такие. Очень хорошенькие. Ну, он так вот стоит, оживляет здесь картинку. Ну, такой другой оттенок зеленого, да, свежести придает. Чуть-чуть, чуть-чуть хочется. Ну, да, получается такое разнообразие в зеленом. И как кто-то больше в синеву уходит, кто-то в салатовый цвет. Даже вот есть эпипремный у меня неон. Я его дважды пыталась продать, дважды снимала с продаж. Думаю, нет. Когда я переделаю здесь угол, он угол, и угол будет более повыше, и зеленая масса будет тоже как бы выше. Он будет оживлять вот эту картинку зеленую. То есть он, не могу сказать, что сейчас стоит на своем месте, но ему там хорошо, потому что ему нужно много света, да. Иначе, получается, он такой становится невзрачный, бледно какой-то зеленый. А так вот он какой-то желтый становится, красивый. А еще я не могу оторвать взгляд от вот этого листа на поле. А, поле. Это, кстати, маленький листик. У нее были листы больше, но после моей варварской пересадки и обновления она немножечко сейчас приостановилась. Ну и честно, мне кажется, она нифига не стрессанула. Она вот выгнала вот маленький листик, теперь вот этот новенький появился. Сейчас она... Просто детей у нее всех забрала, и клубней где-то у меня здесь. Мне нравится, что он очень-очень серебряный, такой серебристый. Мне кажется, это от света. Красиво. Вот тоже. Много света, да? Да. Много вот еще девочек. Ой-ой-ой, я никогда не видела такого размера клубни. Сейчас он сфокусируется. Обалдеть! Это просто, можно сказать, уже картошка, а не клубни. Да-да-да. Обалдеть! Я никогда не видела. Ну все, просто в воде у меня. Просто в воде проращиваешь? Просто в воде. Так, тут я вижу какой-то антуриум цветущий с темными, да, вот этими цветами. Да, ну это так, баловство было. Опять же, покупала не потому, что это какой-то цветущий антуриум, там какой-то Black Laffle он называется или что-то. Ну потому что листья. Мне понравились листья, темные. Думаю, так вот если к светло-салатовому будет хорошо. Но он пока стоит тоже, я его недавно пачкала. Он просто стоит в воде. Прекрасно уголеняется. Красота. Ну правда, мне просто не очень его жалко, поэтому он такой экспериментальный мне товарищ. Ну ничего, ему все нравится. Вообще-то в открытое плавание. Да. Так, а тут еще вот я вижу какой-то стендапсус. Это, в общем-то, просто пиктус. Не знаю дословно всех названий, потому что я не фанат стендапсуса. Появился он у меня совершенно случайно. Подружка мне сказала, давай возьмем маленький череночек. Я просто не очень люблю вьющиеся растения. У него очень длинные вот эти... Как я не знаю, правильно называется? Вот, да. И причем сначала они были без листьев. Сегодня читала в чате, как раз девочки обсуждали о том, что ему не хватает опоры, поэтому он ищет опору, не дает листьев. Но опора у меня так и не появилась. Но он начал давать листья. Все, вообще ничего не менялось. Вот тоже стоит пока здесь, как бы, думаю, ну ладно, ты тоже какой-то такой зеленый. Может быть, я его полюблю, пока не уверена. Так, еще какая-то орхидея тоже цветет. Красивые цветочки. Так посмотришь и задумаешься, что, может, тоже надо. Есть же очень красивые сорта всякие. А есть же всякие какие-то вот эти маленькие такие, прям какие-то экзотические. Вот у меня есть один как бы шмачок венерин, да, как он там, пафи, да, очень мне сложно выговорить. Но он цвел у меня один раз, пока вот стоит просто ботва, наращивает ее. Ну вот с ними, да, конечно, когда они без соцветий, далеко не все красиво смотрятся. У меня, наверное, поэтому орхидеи максимально прикрыты вот какими-то другими растениями. Потому что пока они не цветут, они как бы, ну, листья и листья. Так, это фолибодиум, блюстар. Он стал, кстати, более компактный. Он стал ближе к свету, когда стоял он у меня около окна. У него ваи были гораздо длиннее. А сейчас он, видимо, ему тут все хватает. Есть, конечно, какие-то старые ваи. У меня осенью тут напал на всю коллекцию клещ. И приходилось всех мыть, обрабатывать. А он не любит, у него здесь все-таки листья покрыты воском. И не любит, когда его трогают руками. Тогда он становится не очень нарядный. Цвет очень красивый такой, да. Какой-то серебристо-серый. Так, Миконс. Миконс, да. Миконс тоже появился недавно, зимой, наверное, в январе. И когда он ко мне приехал, такие маленькие листики были. Думаю, я тут смотрела, господи, может это не Миконс. И понимаю, что все-таки тоже свет, несмотря на то, что он же считается теневыносливой. Вроде как, да, же Миконс, по-моему. В общем, свет он очень любит. Да. Очень ему нравится. И лист сразу стал гораздо крупнее. Очень хороший размер листа, да. Да, они любят свет. Это все очень относительно про теневыносливость. Малыш. А вот еще, да, тоже стоит ребенок. Это от... Это вот. Да. Маска. Тут крупный уже ребенок-то. Крупный, да. Они уже прям такие. Вот, кстати, она ко мне приехала, наверное, такого размера. Прошлой осенью. Ничего себе. И вот с такой малыша, да, вот такая большая девочка уже выросла. Так, тут я вижу, конечно же, мой глаз уже давно зацепился за полочку с антуриумами. Да. Это вот уже про редкое коллекционное. Будет пополняться. Сейчас будем. Так, ну, наверное, начнем, может быть, с него так-то и начнем. Боже мой. Это очень красивый антуриум, несмотря на то, что он повредил лист. Мы решили немножко поменять локацию, потому что хотим показать вам всю красоту, как он переливается. Боже мой. А кто это? Это бвид на аус. Сейчас я вот так уж покажу. Сменяюсь. Это он, получается, приехал с сеянцем, да? Да, в два листика. Да, сейчас я покажу, какого размера он приехал. И за сколько он вымахал, потому что это прям, ну, очень хороший, большой такой рост. Да. Он вымахал, приехал ко мне в ноябре. И вымахал он. Сейчас я покажу, с какого размера. Я так понимаю, антуриумы сильно интересуют. Все, да. Поэтому немножечко вот какая-то в плане аллаказия приостановилась. Да, антуриумы прям сильно интересуют. Да, приехал он ко мне, приехал вот таким вот ко мне. Вот таким размером с ноября. Да, вот получается. Это очень, очень мощный рост. Чем, чем кормите? Чем вообще? Как это происходит? Я не знаю, стоит говорить на больную мозоль. Нужно ли наступать? Да, конечно, сейчас я постану ее поближе. Вот такими они крошечками приезжают. Да, тут еще две семечки. Они пока совсем еще не проросли, а эти уже вот без. Это вот эта Карла. Это она малюска такая. Кстати, у нее есть листик на проспект посмотреть. Видно, что у него уже есть даже жилки. Не знаю, сфокусируется или нет. Но, друзья, поверьте, жилки там действительно уже наметились. Ну, уже молодцы они все. И вот здесь вот листик уже тоже есть. А это кто? Так, сейчас бы я всех не вспомню. Будем смотреть вот так вот. Black Velvet на Ice of Spades и Luxuryans. Как у меня дочка говорит, мам, как ты в них разбираешься? Они просто трава зеленая. Ну, тут люкс, кстати, уже мне кажется. Да, да, прям вот видно. Да, фактура уже, да, такая. Ну, они все молодцы. Это тут, по-моему, листик тоже дает. А кто-то тут у меня есть с малышей еще. Вот там, если заглянуть поглубже, там уже есть второй листик появился. Это Midnight Velvet кристаллином на Web. Это вот из последней, да, из свежей закопки? Да, да, да. Уже все получаются с листиками, с маленькими. Да, ну они прям так молодцы. Эти пока думают, сидят. А вот крупненький самый... Это адрес Лери на папе. Это я уже в последний момент его схватила. Думаю, я же его хотела. Да, очень красиво. Что-то вырастет, я уверена, потрясающе. Но они уже сейчас... Потому что у вас, Жаня, да, у вас наоборот, обратный, да, папин адрес. Вот я прям уже мечтаю увидеть, потому что это пока все-таки, наверное, не настоящие такие листья, да. Это будет что-то другое, наверное, по цвету. Ну, и они, в принципе же, сложно с ними сказать, как это проявится. Это Visao у меня. Тоже новый листик. Красивый. Дает. Очень красивая форма, красивая. Он такой темный. Мечта просто. Очень красивый. Шикарный. Тоже семечки или это? Нет-нет-нет, это я покупала у Кристины. Она одна бирочку. Да-да-да, думаю, так, бирочки пусть будут, чтобы сразу знали, у кого он приобретался. Так. В основном, получается, вот у Кристины Майкморплэнс покупаете? Ну, вот у меня, наверное, раз, два, три, да, у Кристины брала. Еще хотела бы у нее колбенчика. Вот, жду весной, когда будут. Угу. Вот. Да, пока Кристина и Мария. Да-да-да. И Мария, да, примущественно. Да. Так, ну что еще тут? Что-то вот очень красивое. Тут еще малыши. Какие тут? Вот этот, вот этот. Какой-то темненький, очень красивый, да. И это у меня тоже мой любимчик. Но он, правда, очень медленный. Растет тоже с маленького листика крошечного. Приехал вместе с этим. Ну вот, не знаю, либо вот он сам по себе такой. Ну, у каждого, он не торопится. Да, это Аус Надвеб. Аус Надвеб. Очень красивый. Молодой лист у него такой какой-то получается, даже, не знаю, какой-то коричнево-серый, с блестками. Очень красивый, да. Цвет потрясающий. Когда он более крупные листья будет выдавать. Ну вот, да, я уже жду, думаю, ну дай хоть еще листик-то дай. Очень красивый. Это тот, наверное, самый первый, кто у меня появился. Классика жанра, наверное, да, кристаллином на магнификум. Это вот первое, это тоже кристаллином на магнификум. И вот это, да, вот они два. И вот у них два, вот совершенно два одинаковые сеянницы, совершенно с двумя разными молодыми листами. То есть один получается какой-то, наверное, салатово-лимонный. Он был прям такой больше лимонный, сейчас вот уже чуть-чуть побольше стал. А этот красненький. Очень разный, да. Красота. Так, тут какой-то люксурион, я вижу, серебристый. Да, это тоже я брала у Кристины. Что-то мы с ним сначала не поладили, он долго думал у меня. Месяца четыре не давал никакого листа, потом сгноил лист, сгноил соседний. В общем, был экстренно пересажен, все удалилось. Он фунгицидами проливала, был в тепличке. Вот недавно я его вывела, вот он мне дал листик. Ну, то есть я думаю, что все будет у нас хорошо. Очень интересно, какого цвета будут у него взрослые листья. Потому что у меня был очень-очень серебристый сеянец, и сейчас он скорее дарк. Вообще, когда я у Кристины покупала, я покупала именно как дарк его. Вот, ну посмотрим, кто будет. Так, а это также вот их последние, да, поставки от Маши. Это вот, господи, да, Кристаллим на люксу. Да, единственное, что он немножко мне попортил лист по приезду. Я не дожидаясь перитонита, обычно такие дела, вот может быть, дедше еще обрежу. Убираю сразу. Но вот здесь, если посмотреть поближе, я думаю, что скоро он должен выдать листик. Да, 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 потому что он такой там пузатенький. А как-то адаптируете специально вот всяких тайских, особенно товарищей тайских антуриумов? Ну, так вот, честно, у меня только малыши, получается, в тепличке. Здесь, в общем-то, по температуре, это сейчас вот выключился, и я открыла проветрить немножко. Здесь вообще всегда стабильная влажность, у меня порядка, ну, 80%. Ого! И даже завожу теперь по таймеру, чтобы включался-выключался, иначе заходишь в комнату, и здесь просто такой туман. Пока, то есть я их поставила вот сюда, к увлажнителю, пока они молодцы. Если я увидела, что кто-то стрессует, обязательно, наверное, я их поставлю в тепличку. Ну, 80% это вообще-то очень большая влажность. Да. Это получается Зара на Мишель, в общем-то, она тоже молодец, она подняла листик свой. Вот, и даже где-то там я рассматривала, по-моему, даже начала какие-то корешки пускать. Сейчас я из очков не увижу, а это коз. Ой, какой красивенький. Да, и он тоже молодец, он прям так поднялся хорошо. То есть пока по внешнему виду им хорошо. Вот если вдруг станет плохо, я, наверное, организую для них тепличку. Очень красивый такой, темный. Мне кажется, что он тоже, кстати, скоро-скоро может быть. Листика выдает. Да-да-да. Ой, ну у меня все взгляд вот на тот падает. Боже мой, какой цвет красивый. Еще у него жилки такие розовато-красные. А он, кстати, с обратной стороны, мы не смотрели, он такой розовенький прямо. Вот, сейчас я его разверну. Вот такой вот. Да, очень красивая спинка. Когда листик помоложе, он такой, ну он более розовый, наверное, я бы так сказала. Ну он молодец, он не нового еще растет. Растит. И тут то ли детку он не собрался давать. В общем, здесь кто-то еще собирается вылупляться. Ну он такой молодец. Конечно, очень быстро, да. Он увеличил лист прям огромный. С ноября это очень быстро. Да, это очень быстро, да. Да, по сравнению как бы вот с этим, конечно, он прям стартанул. Причем, когда приехали ко мне, сколько, наверное, полторы недели прошло с последней закупки, и я за компанией его тоже пересадила. Он по-быренькому адаптировался мне, тут вот уже напускал мне новых корней. Думаю, наверное, тебе тесно. Думаю, сейчас я тебе побольше чуть-чуть. Ну сейчас он еще начнет увеличивать. Да, да, да. А в плане питания вернемся, да, пусть закидает тапками. Мы так за кадром немножко с Аней поговорили. Я говорила о том, что я ленивый цветовод. Ну, наверное, не в плане, что растите сами, как хотите. Безусловно, у меня за всеми есть уход, и я их всех люблю. И проверяю. Тут у меня лупа где-то лежит каждый раз, никакая живность не бегает. Но очень много других задач жизненных у меня. Не всегда есть время заниматься разведением удобрений, там, вот этим замерянием пиаж. И, в общем-то, у меня растут они не в кокосе все, да. Вот мы говорили уже про грунт. И в начале моего увлечения зелеными, я была в обычном магазине, и думала, так, что-то им нужно же ведь из удобрений. И взгляд мой упал на цион. Про него очень много разговоров. Я знаю, что есть кто его любит, кто говорит, что это, в общем-то, полная туфта. Мне на тот момент нужно было, я возьму, попробую, мне понравится, выброшу, как бы, и возьму что-то другое. И посмотрю, как они себя будут чувствовать. Ну, в общем, судя по всему, чувствуют они себя прекрасно. Я довольна, да. В общем, они довольны, я довольна. Если вдруг что-то будет не так, я для себя решила, я всегда их вообще могу перевести на что-то другое. Поменять грунт, поменять, сменить удобрения. Но пока им все нравится, и мне нравится, что им все нравится, и у меня хлопот меньше. То есть при последующей пересадке я просто добавляю еще. То есть получается удобрение пролонгированного действия, которое вносится там на сколько-то месяцев. Оно вообще написано на три года у него. Ну уж я не знаю, на сколько. Я тут еще подсниму, я не могу его отлипнуть. Но он, правда, кайфовый. Там еще ворота. Да, да, да. Вот про него как-то тоже все на него жалуются, я пока не жалуюсь. Но это ко мне он приехал с такими листиками. Вот, это вот первый домашний, ну немножечко, да, здесь вот есть. Это вот новенький, он сейчас растит. Это тьфу, я на него пока не дышу. Трогать его боюсь, думаю, сейчас что-нибудь поцарапаю, что-нибудь случайно. И тоже вот недавно был пересажен, уже молодец. Думаю, надо ему, наверное, что-то такое, чтобы он мог нормально свисать. И никто его... Потому что я вот убираю тепличку, ставлю тепличку, думаю, так, буду по листу ездить. Или уроню. Тоже периодически падают у меня товарищи куда-нибудь. Ну у вас хорошая влажность, конечно. Не знаю, если это 70-80%, он даже при 60 будет хорошо расти. У меня в витрине часто влажность до 60 опускается, по днём, например. Ну вот у меня сейчас показывает 57, но у меня здесь открыто как по окно. И вентилятор ещё тут дует. Так что... А, ещё там окно открыто, то сейчас... А, ну вот увлажнитель включился. Я, в общем, чисто визуально я на них смотрю. Если что-то не нравится, тогда я здесь модернизирую что-то там. А так пока все довольны, растут, листья увеличивают. Значит, всё, и их устраивает. Кларик мой любимый. Да, кстати, про Кларинервин. Очень большой, красивый. Он очень большой, да. А вот уже там какую-то мне новенькую даже готовят кого-то. Куплин был сравнительно недавно, но любовь к нему большая. Ну это вот он ко мне приехал, такой немножко подпорченный. Ну такие у него гигантские. А это вот уже домашние тоже, да. Я его люблю, не знаю. Он такой прям очень приятный, бархатный. Такой красивый. Кто бы что ни говорил, да, что он такой вроде распространённый, неколлекционный, но не знаю. И цветоносы мне его нравятся. Ну он их гонит же постоянно, получается лист-цветонос, лист-цветонос. И мне нравится, что он такой как в природной форме. Что ещё хочу сказать, наверное. Вот у меня стоят орхидеи на подпорке, но это только потому, что, например, вот эта магазинная, да, спасённая. И она была уже такая. И если я уберу, она просто упадёт. Я своим стараюсь не ставить. Это просто пока перестановка была, связала, чтобы случайно не сломать лист, а развяжу. Хочется, чтобы был такой немножко хаос. Вот как в природе уже, там же нет костылей никаких. Чтобы не было вылизанной такой костылей. Да, 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 да. То есть хочется, чтобы это вот... Ну я доведу, наверное, до ума. Ну время нужно немножко. Пока это всё ещё... Да, да, да. Когда здесь всё переделаю, лампы по-другому. Ну и... Наверняка будут вопросы, а что за лампы используете? Лампы у меня фитолет, 75 ватт, метровые, полный спектр. 75 ватт, да, мощно. Ну они мощно. Высоко никого не ставлю, потому что боялась, что не хватит им света. Но судя по тому, что даже тот, кто растёт внизу, я, конечно, понимаю, что спотифилумы, в общем-то, теневыносливые. Но, в общем, если учесть, что он стоит достаточно далеко. Да, ему всё. Ему всего хватает, да. Да, и, в общем-то, наверное, всем хватает. И что я ещё хочу сказать. Вот зебра у меня стояла выше. Вот как только я ставлю выше, ну где-то вот там вот она стояла. У неё такой лист... Пересвет. Да, пересвет. То есть нужно убирать ниже. В общем, ему всего хватает. Еды, света, воды. Они довольны, я довольна. А, монстера вот мы ещё тут называем. А, монстера. Ну, монстера... Монстера сидит, думает. Монстера пошла-пошла в рост и говорит, да, вот мне вот... Это у неё три домашних листа были после магазина. Угу. Хорошенькие. Вот там вот стоит от неё пенёк в горшке. Я решила, что ему там света достаточно. Но он молодец. Там пошёл один лист, другой лист. А эта думает, сидит, да, вот думает. Причём корни у неё уже, в общем-то, там... Сейчас, наверное, не видно. В общем, видела на днях корни. Там уже горшочек... Горшочек. Не-не-не, уже полный, да, горшок. То есть уже скоро... Ну, пока вот листа нового она мне не даёт. И это уже в таком состоянии она, наверное, месяца два с половиной-три. Не знаю, что ей надо. Ну, думаю, ничего. Или, может, там, если корней много после пересадки, может... Может быть, да. Ну, в общем, пока стоит. Причём стоит так вот, может быть, да, некрасиво. Стоит. Должна была вот так стоять. Специально поставила так свету, чтобы она форму мне не портила. Всё равно развернётся. Да, они всё равно развернётся. А, да. А в планах, ну, если я буду переделывать угол, вот тот угол, как бы, он для неё будет. То есть в планах вот эту девочку... Дай бог, если она вырастет, конечно. Пока она у меня вот поэтому стоит, смотрит на солнышко вот так вот. Так, я ещё тут смотрела один прекрасный уголок. Ну, это, наверное, больше так обрамление проёма, потому что, ну, иначе как-то лысо здесь получается. Ну, вот этот аспарагус, он просто какой-то беспардонно длинный. Очень красивый. Да. Не знаю, какой-то щей, как будто будет что-то весной очень. Ну, и он такой ещё воздушный, как облачко, мне нравится. И вот новые тоже листья у него пошли. У меня такое ощущение, что он, в общем-то, не переставал расти, несмотря на то, что в этом углу у меня дополнительной подсветки на зиму не было. И он всю зиму давал, да, вот новые листья. Красотка, да, Маранта такая вот большая девочка, большая. Маранта огромная, просто зависть. Ну, большой. Тоже, причём пересаживала я его недавно, наверное, месяц назад. Но она уже говорит, что, знаешь что, мне тесно. Надала там мне много уже детей внутри. Вон, пошли уже дети, дети, дети. Очень жирный куст вообще, просто шикарный. Мне кажется, Маранта должна быть, видите, вот так. Не маленьким растением, а вот такой же. Ну, вот, да. Ну, сюда изначально я подсаживала порядка шести черенков. Ну, и плюс она сейчас сама уже там пошла размножаться, как ей нравится. Вот. Ну, мне кажется, что, я не знаю, до какого корыца я её доращу. Ну, согласна, она мне нравится, наверное, в таком виде больше, чем когда вот эти две, извиняюсь, сопельки висели. И всё на этом. То есть она, ну, цвела недавно тоже, вот, цветочки были. Очень, кстати, миленькие цветочки. Несмотря на то, что у неё невзрачное цветение, мне нравится. Он такой очень, такой изюм. Страшную историю. Страшную историю. Я люблю страшную историю. Это ещё было, наверное, до той весны. Да, это было два года назад, когда я подумала, опять же, что, ну, надо кого-то притащить домой. Думаю, ну, кого-кого. Ну, конечно же, с потефилом, господи. Что может быть проще? И вот этого бедного красавца я купила в обе. Было минус 20, но у меня аж как бы совсем голова не подумала ни о чём. Но он тоже молодец, старается. Он уже цвёл, отцвёл, уже я сожрезала все. Всё, по-моему, у него выглядит хорошо. Да, я его несла до машины в минус 20 просто подмышкой, не завернув ничем. Принесла домой, ещё здесь принесла тоже. Пересадила в огромное ведро с каким-то покупным грунтом, просто там какой-то совершенно... И полила кипятком случайно, не ту воду включила из-под крана. Ну, ничего, он молодец. Он дождался момента, когда у хозяйки мозги встанут на место. Наконец-то был пересажен в нормальный грунт по размеру. Вот, никто его кипятком больше не поливает и по морозу не таскает. Ну, ничего, он молодец. У него был стресс, но ничего, он живой. Много кто ещё есть, конечно, кто приходит в себя. Это спасёныши, зоби на полочках, да, стоят, бывает там, типа, скидка 70%. До пеньков я его обрезала, я просто принесла его домой, а он оказался весь в мучнистом червяце. Я долго не парилась, я понимала, что корни хорошие, и, в общем-то, это жагланема, она пойдёт. Поэтому я его сделала. Убрала всё, что мне не понравилось, то, что было гнилое, больное, с червецом. Все корни промыла, пролила. Ну, вот ничего, молодец, обрастает. То есть мне лучше так, чем я буду вот этот каждый день заниматься воведением червеца, вот этим палочкой. Нет, понятно, что если, наверное, растение там какое-то ошибка крупное, я вряд ли смогу сделать так вот радикально, да. Но я стараюсь, да, вот все растения, кто из магазина, например, ко мне попадают, безусловно, я очищаю как бы от грунта, от магазинов, я их мою полностью. Я их мою зелёным мылом, развожу мыльный раствор, и корни мою, и всю листву мою, сажаю в свой грунт, и всегда есть как бы входная обработка. У меня нету карантинного места для растений. Нету, потому что у меня просто нету столько места, места нету столько им в доме, и нет дополнительного еще какого-то освещения. То есть все, что есть, есть в этом углу. Поэтому все вот ко мне, кто попадает, максимально сразу. Такие входные процедуры. Входные, да, ну как спа-процедуры, так и, в общем-то, безусловно, обработка. И там от болезней, если я вижу, да, что она нужна, то есть просто так не проливая, наверное, я привикуром, а вот именно. И плюс, конечно, от вредителей. Виктория, спасибо огромное. Спасибо, Анечка, большое, что вы ко мне приехали в гости. Честно говоря, было большой неожиданностью, очень приятно. Это взаимно. Приезжайте ко мне через какое-то время, когда я, может быть, здесь еще как-нибудь обустрою. Я с огромным удовольствием, тем более у вас грандиозные планы, я так понимаю, и в архитектурном каком-то. Да-да-да, и антуриумы подрастут как раз. Да, может быть, когда-нибудь, если будет тепло, застану ваш сад. Ой, да, приезжайте в гости ко мне в конце июня, будут свести розы, у меня большие крупные кусты, очень их люблю. Спасибо большое за гостеприимство. Да, была рада со всеми познакомиться заочно через камеру и с вами Ань тоже. Все, пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Симон»